При весе за 110 килограмм выглядит, по сравнению с Николаем Валовым, просто легковесно. Надо сразу сказать, что ни тот, ни другой боксер, несмотря на внушительный список побед нокаутом, ну там надо забывать и технических нокаутов вполне, все идет под графой нокаута, ни один, ни другой не обладает мощным взрывным ударом. Ларри Дональд, тот вообще безударный боксер, ну а у Николая Валуева такие шансы нанести удар, мы сейчас увидим. Учитывая габариты этих боксеров, ожидать высокого темпа тоже не стоит. Дональд при своем росте, он вообще-то небольшой специалист вести бой в ближнюю дистанцию, а тут ему одеваться некуда, придется идти на сближу. Ну, начало такое, прям скажем, неторопливо. Несмотря на то, что, как я уже говорил, Дональд уже и стар, и скорости у него никогда в общем не было, бегать от Валуева он не будет, он профессионал, он знает, зачем приехал. А Дон Кинг, его промоутер, приехал сюда не зря, потому что, по идее, победитель этой схватки должен выйти уже на бой за звание чемпиона мира против Джонни Руиса. Протягивает так неторопливо руку Дональд, бьет через руку, достаю. Как будто бы и поджимает Валуев, но Дональд как-то неторопливо смещается, уходит. Комбинация Валуева, но пока что в воздухе. Конец раунда. Очень хорошо, очень хорошо, только еще раз, еще за вас. Давай, дай его руку, дай его, чуть слишком ближе, ближе, дай его, и заставляй, заставляй его, чтобы с тобой на боюшку пошел, понимаешь? Это видно-то его, как гуляет, не давай его. По-маленькому рендельскому работает, левый, левый, бах, снизу права, понимаешь? Начинай однопременно ударить, проходит левый, левый, тюльпой, сразу, тюльпой, снизу права, справа. Да, поглядь, куча, левый, сбоку поля, если переходи на сирене. Да, вот Дональд, видите, попал справа, перекрестным ударом в голову. Ну, я говорил, что Дональд не на полуковку, с ударом у него далеко не все в порядке, бьет медленно и вяло. Ну, посмотрим, всякое может быть, это все-таки тяжеловесы. На мой взгляд, Волол слишком далеко стоит от противника. Учитывая, что скорость у него невелика, конечно, Дональд успевает увидеть начало атаки с этой-то дистанции. Опоздал Дональд сейчас с ударом через руку снова. В принципе, для такого бойца, как Валуев, в бои против таких бойцов, как Дональд, можно выигрывать джебом. При условии, что этот джеб длинный, быстрый и тяжелый. Вот у Владимира Ключко с этим все в порядке. Джеб вообще король удара. Многие так считают. Я, может быть, поскоряюсь, но хочу вам напомнить, что джеб – это длинный удар левой с дистанции. Он может быть и быстрым, и острым, и тяжелым, жестким, как стоппинг, останавливающий удар. Им можно обмануть, можно угрожать, можно комбинировать легкий джеб с тяжелым повторным, с жестким ударом. В общем, все, что угодно можно делать левой рукой. И вот настоящие виртуозы, бойцы с талантом, они, конечно, здорово умеют использовать этот джеб. Фактически 90% всей работы в ринге выполняет левая рука. Должна выполнять. Ясное дело, что если боец невысок ростом, крепко сколочен, джеб ему не очень помогает. Ну, там уже вступают в дело совершенно другие технические приемы. Но для высокого, пленорухого боксера джеб – это основа. Попал Николай сейчас справа. Чисто попал. И идет на добивание. Попиясь! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Правый не достал В принципе для Дональда сейчас лучшее оружие это скорость Нужно быстро действовать Тот же джет выбрасывает побыстрее чем ловит Но не надо забывать что Дональду уже скоро 40 лет Так что скорость он уже давно потерял Вряд ли у него получится Действует быстро Непонятно зачем Николай такие паузы длинные берет В принципе он полностью может доминировать Когда долго выцеливаешь то вот так вот может случиться Дональд достает двумя ударами Долго, долго, долго выцеливает Николай Вот в ней надо действовать Практически ведь он судя по всему готов очень хорошо С выносливостью у него никогда проблем не было А такая неторопливость И большие паузы между боевыми действиями Они только на пользу Дональд И уж очень он как-то скромно использует Я имею ввиду Валуева правую руку Ну, публика-то болеет, понятное дело, за Валуева Ооо, как же так Дональд, чистое попадание Да, медленно, медленно Улетит правый удар у Николая Послушаем, о чем там речь идет, в углах Поднимите его, поднимите его, поднимите его, и начинайте правый удар Прямо, не правый удар Вот он уходит, проходит А ты его, тыешь той рукой, которой он умеет защищаться Ты с этой рукой работаешь не будешь Ты поменяй сейчас, родители, ты меняй Джип не вправо, зачем ты не вправо Да, начинай джипы вправо, осторожненько Неприятно он был для Валуева, момент сейчас Согрей 그렇ных,ación-то Которые были предыдущие г Совет был правильный, потому что очень часто Дональд после удара правой, который на ночь стволу, идет вниз, садится вниз. Можно просто вот туда обманом загнать, показать удар справа, ударить справа снизу. Долго-долго подбирается Николай. Ведь в принципе ожидать каких-то крупных неприятностей от Гональда, но никак нельзя. Мы уже говорили, что это безударный боксер, что в физическом плане, понятное дело, он уступает Николаю Володой. И надо просто более жестко с ним обходиться. Четвертый раунд идет. В принципе, Дональд делает все то же, что делал из первых. Темп ему этот очень выгоден. Ну-ка, рискует даже, остается под ударом. Волова. И легко парирует все атаки, пока что. Вот это неплохо. Сейчас Николай изобразил, что будет двойка, что будет акцентированный удар справа. И выбросил длинный левый, попал. Пока все по ровну. Активизируешься, родной мой. Ты не активен. Активен, ты ждешь, много ждешь, не надо ждать его. Ты твоей большой массой, ты на него иди левой рукой, левой рукой. Вище держи левую руку. Почему ты здесь отпускаешь? Ты живешь левую руку. Правильно, джепо, джепо. Вот здесь вот, правда. Джепо, джепо, не джепо, джепо. Вторую же жестко поедет. Где комбинация хорошая наша? Где управление, где механизм? Все, раунд четвертый, не забывай. Не забывай. Подними темп, ладно? Ну, давай. Темп, темп подними. Не давать тебе быть, понял, да? Ну, давай. Ну, вот видите, тренер с нами согласен. Подними левую руку. Не отпускай левую руку. Действительно, действовать надо плотнее. Чаще просто. Такому плотному прессингу, просто сближение с ударами левой, четкими, и Дональд ничего не сможет противопоставить. Ну, и поскольку Николай такие паузы берет, Дональд может делать все, что хочет. Обратите внимание. Показал влево, ушел вправо. У него большое пространство, он его использует практически. И, в общем, Николай дал ему свободу действия. Видите, чем это оборачивается? Дональд опытный боец. Сутки 48 схваток на постановном ринге чего-то значат. И этот опыт позволяет ему понять, как надо действовать против Валуи. Он не делает ставку на удар, которого у него и нет, в общем-то. Прекрасно понимает, что это сработает против него. И пытается действовать только на ошибках Валуи. Валуи достаточно часто ему такой случай предоставляет, прямо скажем. Последняя минута пятого раунда. Пора уже действовать повыше. Валуи. Да, проблема в скорости, конечно, у Николая. Вроде технично он действует. Ну, чуть бы побыстрее. Ну, вот подзанялась Дональд, попытался, пыталась. Сумбурно немножко. Вот такого зрелища еще не видать. Дон Кинг с российским флагом. Давай, проснись, малыш, говорят. Дональду. Если в начале боя тут осторожничали, я имею в виду секунда, то сейчас он не уверен, что все шансы у Дональда есть. Дональд начинает с комбинации. Он-то выполняет, что говорят ему в углу. Сказали быстрее и больше ударов. Он и пытается это делать. Пусть эти удары сумбурные, смазанные, но, тем не менее, выглядит Дональд достаточно активно. Джет проходит в Дональдах. Контратаку от Дональда. Видите, как он прочитал вот это однообразие, сработало сейчас против Николая. Обидно, конечно, что Николай свой потенциал не использует. С его томасы, и учитывая арсенал противника, нужно просто понахальнее сближаться и бить этого Дональда без всякой подготовки. Нечего с ним боксировать. Так мне кажется. Да. Зачем была вот эта пауза после успешной атаки? Ее можно было тут же повторить. А вот Дональд чувствует этот нерв, что называется. Видите? Провел комбинацию и тут же сделал полшага вправо, и оттуда снова несколько ударов выбросил. Пусть эти удары слабые, пусть они не акцентированные, не жесткие. Вот обратили внимание, шестой раунд уже, считайте, кончился. Николай ни разу не попытался запереть Дональда у каната. Пока что бой достаточно чистый. Нет грязи, нет захватов, толчков, возни. Короче, побольше, побольше. Слушай меня. Побольше количество ударов. Мало ударов наносишь, Николай. Мало ударов наносишь. Побольше количество ударов. Ты иди, он устал уже, понимаешь? Ты двигаться, не помогаешь ему. Ты его не боксируешь, а помогаешь ему. Ты наоборот, ты его с 7 ударами, иди, иди с 7 ударами. Раз, два, три, раз, два, три. Доби его. Не играй в игру, он тебя обманывает. Ты не играй в игру. Ты твою, сейчас, сейчас, ты твою. Да, много Николая пропускает. Много. Гранат, надействует Дональд. Начинает атаку перед противником и заворачивает. Заходит вправо, закручивает Николая. Сам уходит из опасной зоны, из-под правого удара туда. За левую руку Валуева. И Валуеву уже давно пора это понять. И как только Дональд идет на него, неплохо бы сделать шаг влево, и все. Он уже не пойдет туда. Ну вот, Дональд жмется к противнику. Надо вспомнить, что у Николая 30 килограммов преимущества в весе. Пусть потаскает на себе. Он быстро устанет, Дональд. Однако, Дональд совершенно расслабился, расковался. Он уже понял, ничего не будет, ничего страшного, опасного с ним уже не произойдет. Он уже понял противника. Гуляет парень. Правильно тренер говорит? Ну давай гулять. Если раньше Дональд клинчевал при сближении, то сейчас он не боится действовать вот вблизи. Промахнул сейчас Николай. Дональд, конечно, зазевался. В принципе, он много шансов дает, для того, чтобы в него попасть. Вот последите сами. Опущенное левое плечо, левая рука у пояса. И простая двойка может решить проблему. Ты слушаешь меня или нет? Я тебя спрашиваю, вопрос задаю. Слушаешь меня или нет? Так, почему не бьешь в комбинате? Почему много ударов? Почему ты оденешь, что ты мне работаешь? Где твои комбинаты? Где механизм твой только работали? Где она? Где комбинаты? Где серий ударов? Ты вот дерись с ним, блядь. Не играешь с ним, Коля. Ну сколько работали? Где комбинаты? Восьмой раунд идет. Что ты даешь левое? Почему ты даешь левое? Почему я не бьешь в 9-й раун? Сейчас после каждого... Ну вот тренер действительно то же самое. Ну вот простое решение, оно просто напрашивается. Почему не бьешь левое-правое? Почему не бьешь двое? Вот мы как раз и говорили. Элементарная вещь. Простенькая комбинация, она может оказаться очень эффективна. Сынки. Сынки! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видно было эту комбинацию, но ее надо повторять, просто повторять. Вот отлично. Дональд не ждет третьего удара. Николай сам облегчает жизнь противника. Сейчас в этом клинче этот Дональд должен был попытаться оторваться от Николая, потому что ему там тяжело. Вес огромный, давление сокрушительное со стороны Валуева. А Валуев сам делает шаг назад, отпускает противника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, неприятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И снова Дональд. Бьет по открытой цели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шесть еще, что Дональд не обладает таким взрывным ударом, как мы уже с вами отметили справа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, конец раунда. Николай пытался обострить. И вот сейчас ничего не остается, на мой взгляд, как увеличить давление на противника. Да, это послушаем тренера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что надо делать? Больше левой рукой, левой рукой, играй, отдохни, левой рукой, отдохни. И начинай правильный, потому что левый слегка, Коля, только комбинационный. Его выиграешь, только комбинационный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понял, да? Переходи, переходи на тактический вариант. Побольше увеличивайся, работай левой рукой, отдохни, отдохни. И еще рандумно скажите. Ну, бей точный, четко справа. Вот справа. Бей точный. Хорошо, Коля? Да? Хорошо, мальчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А у тебя уже растерян. Поэтому будь осторожен. И постарайся точный удар делал, чтобы он упал. Хорошо, Коля? Давай золотой. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, на повторе видно, как Дональд рискует. Просто, что называется, нос убрал от удара. И ударил ответ справа, и попал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздно было в ответ. Ну, нельзя же позволять хозяинчить Дональду вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже настолько привык, что Николай после своих атак остаётся, что уже не глядя бросается с правым ударом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девятый раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дональд тактику не менял. Он теперь даже больше стал рисковать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, я тут как-то слышал, идет как-то так, что Николай, ну, не выполняет то, что ему говорят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, примитивное, но железное правило. Нельзя, если сближился, оставаться без удара. Надо или оторваться, или идти в клинч, или действовать. Но просто вот так вот на сближении оставаться под ударами противника, это, в общем, очень и опасно, да и выглядит ощутимо. Даже если ответ на удары Гональда не доходит до цели, всё равно он выглядит более активно. И что ещё более важно, более грамотным боксом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень-очень жестко сработал Почему я думаю рано? Потому что он все-таки Может выносливости не хватит На темповой бой Еще немного времени Достаточно много Дисциплинированно только боится Ларри Дональд Пусть не блестяще у него это получается Но он выполняет то, что ему сказано А это очень важно Вот сейчас, когда уже ясно, чего Дональд добивается Выполняя установку тренера Вот сейчас превосходство в габаритах и в массе Может сыграть свою роль Перекрыться и сближаться с Дональдом Это, видите, к чему мог привести? Хорошая атака Николая Надо его сбить с позиции Оттеснить Раньше он сам убегал Ускользал Сейчас он как будто бы пытается действовать плотно Вот его бы неплохо сейчас с позиции избить Заканчивается этот раунд Похоже, что Дональд только второе дыхание обрел Быстрее стал действовать Посмотрите на Николая Он не устал Он еще пропускает Бей справа, баба, если ты хочешь его выиграть Нокаутом или явно Бей справа больше, Коля И локоть его подними локоть Когда бьешь справа, подними локоть И после справа обязательно лейб добавляй Затран Чего там все? Руки подними Руки подними Пропускай его Смотри, ты очень много Не проиграй Не проиграй Будь мужиком Будь солдатом Будь человеком Все-таки Понял? Да? Работаем на северном раунде Одиннадцатый предпоследний раунд Вы знаете, я даже не хочу его оценивать Чье преимущество тут Вы сами все видите Немножко разочаровывает То, что Николай все-таки не выполняет установку тренера Она, в общем, просто напрашивается Все прекрасно понимают Нет идеальных боксеров Но есть боксеры, которые умеют свои сильные стороны усилить А слабые за кушево Вот кому это лучше удается, тот и становится чемпионом Николай преимущество колоссальных габаритов В массе Вот молодец, попал И Дональд тут уже совсем, что называется, нахально стал действовать Подставляться, получил за это И вот использовать Это преимущество Николая нужно Потому что он вот попросту остается на месте Даже когда на него идет Дональд Вместо того, чтобы идти вперед Не выдержит этого давления Дональд По Дональд, если бы Николай действовал в этом ключе Дональд бы уже устал настолько, что его можно было брать голыми руками Но Николай позволил ему гулять Считайте почти все раунды Дональд в атаке Три ударов в туловище Ударить в голову Валуев не дам Перекрылся Вы сами все слышите Левый, левый, правый Не получается пока Надо отметить все-таки, что Валуев не смотря на свой огромный вес Все-таки достаточно выносливый, хорошо готовый боксер Вполне ему по силам и давление и темп Если ты его не будешь выбирать большим преимуществом, то считай, что этот бой не твой Поскольку ни одного профессионального удара я не видел Повторно справа, повторно правый, правый, правый Нет, не вижу я удар, ты понимаешь? Я уже умираю, б***ь Ну где ты работаешь? Где твои правые удары права? Чего ты, прости, б***ь Чего ты не работаешь? Чего ты с ним стоишь, дергается как ребенок? Бей его комбинации Нет у меня сына уже с тобой разговаривать Ну вот к этому добавить нечего Последний двенадцатый раунд Напоминаю, это бой за звание интерконтинентального чемпиона, которым владеет Николай Валуев И победитель этого боя, как задумано, должен получить шанс на бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе По одной из версий Нельзя сказать, что за весь бой Николай ни разу не попал Попадал и не раз Но вот почему-то его удары ни у какого впечатления на противника не производили В конце концовка боя как раз клинчик проходит Дональду тяжело клинчевать против Валюев Но, к сожалению, это поздно Это, возможно, и скажется На выносливости Дональду Но Поздновато Раньше надо было его так давить Поздновато Поздновато темп увеличился. Увеличился только из-за того, что обалуюсь, что называется, проснулся. Вот бы раньше так. На несколько раундов, хотя бы, пораньше. Никуда бы Дональд не делся. Видите, силы уже кончаются. Дональд уже не такой быстренький. Дональд не успевает отреагировать на удары Валуева, но не отнимешь и Дональда. Валуевый боец. Уверен, что выиграл. Многие тяжеловесы уже не хотят иметь с ним дело. В свое время не хотел иметь с ним дело Джордж Форман, а потом Ленокс Льюис. На повторе видно, как отчаянно бросается Дональд в атаку на последних секундах этого раунда. Финального раунда. Итак, Николай Валуев, Ларри Дональд. Руис. Бестраятнка. Канадец. Ги Жютра из Канады. От 114 до 114. Представляете, дает 114. 114. Под свист публики. Ничью. Японец. 117-112. Для Николая Валуев. 117-112. В пользу Валуева. Ну, реакцию публики вы слышите сами. И Датчанин. 114-113. Дает в пользу Валуева. С большинством голосов. Валуев побеждает в этом бою. И становится претендентом на титул чемпиона мира. Да, вот так этот бой закончился. Ну что, я думаю, среди тех, кто любит бокс, будет много споров по поводу этого решения. Тем не менее, Валуев сейчас претендент. Первый претендент на бой за титул чемпиона мира против Джонни Руиса. А мне остается попрощаться с вами. Пожелать вам всего доброго. До новых встреч.